Посмотри в окно и ты увидишь там любовь. Благотворительная акция с таким названием прошла в Перми в Международный день онкобольного ребенка, который учредили в 2002 году в Лексимбурге. С тех пор в середине февраля ежегодно волонтеры, общественники, родители ребят, перенесших это заболевание, по всему миру устраивают памятные мероприятия, флешмобы и лекции. Мы вас любим! Мы вас любим! Мы вас любим! Слова поддержки и любви под окнами детского онкологического отделения в Перми на этот раз прокричали два с половиной десятка человек. В таком формате флешмоб проводится второй год подряд. Пандемия внесла свои коррективы в мероприятия, и с прошлого года все неравнодушные собираются здесь, на Баумана-22. В онкоцентре сейчас более 60 маленьких пациентов, которые получают интенсивную химиотерапию. На учете еще 883 ребенка. По словам заведующей, детская онкология – это по-прежнему проблема, но не приговор. С первой и второй стадии рака выздоравливают 90-95% наших детей. Это уже наши личные статистические данные. К счастью, наука не стоит на месте. И когда мы начинали работать, а это было более 25 лет тому назад, у нас выживало не более 30% детей, которые поступали сюда с онкологическим заболеванием. На сегодняшний день, применяя современные методики лечения, мы можем излечивать сейчас те заболевания, те виды раки, которые раньше считались фатальными, но уже изначально. Залог успешного лечения – своевременная диагностика и вовремя подобранная терапия. А те, кто прошел путь к выздоровлению, добавляют. Большую роль играет и моральная поддержка. Диагноз «онкология» сыну Евгении поставили в 2019 году. Полгода в онкоцентре – год поддерживающей терапии. Сейчас Глеб активно участвует в подобных акциях, чтобы сказать ребятам по ту сторону больничного окна самые важные слова. Я бы хотела пожелать всем здоровья. К слову, внести свой вклад в выздоровление ребят с онкологией может каждый пермяк, вступив в Национальный регистр доноров костного мозга. Татьяна Овсянникова, Михаил Чуватов, Телевизионная служба новостей.